Панорама Севера Архангельская область и лесопромышленный комплекс являются, по сути, словами-синонимами. Обозначил важность нового формата встречи губернатор Игорь Орлов. В рамках лесного форума в режиме видеоконференц-связи прошла встреча бизнеса преподавательского состава с учащимися 9-11 классов и их родителями. В обсуждении принял участие губернатор Игорь Орлов. Энергетика, судостроение, а теперь и лесная отрасль. Перспективы работы в этой сфере для молодых специалистов оказались в центре внимания участников встречи. Среди них представители крупных предприятий лесной отрасли и образовательных учреждений региона. Как отметил губернатор Игорь Орлов, лесопромышленный комплекс области получает сегодня новые импульсы развития, а значит испытывает необходимость в квалифицированных кадрах. В лесной отрасли Архангельской области есть много интересной, перспективной, хорошо оплачиваемой, позволяющей самореализоваться работой. Одной из задач интерактивного проекта как раз и является информирование школьников о возможностях самореализации и демонстрация показательных примеров. О том, что такое карьера в лесной отрасли, хорошо знает Ксения Мальцева. За 7 лет она прошла путь от молодого специалиста до начальника службы экологии одного из лесозаводов. Здесь сложилось все. Здесь сложилось развитие предприятия, сложилось мое желание оставаться на этом предприятии и также стремление руководства. На сегодняшний день я считаю, что было бы желание у студентов работать и тогда все сложится. Главное не бояться. Помочь школьникам и студентам с выбором профессии организаторы решили с помощью видеоконференц-связи. Ребята из разных уголков региона могли дистанционно рассмотреть весь спектр возможных мест работы. Следующую встречу в подобной форме организаторы проведут уже в мае. Известная тема – телекоммуникации. Артемий Заварзин, Илья Сумароков, Панорама Севера. В начале выпуска новостной дайджест. Обзор городских событий за прошедшую неделю. Новая школа в Цыглами не только первая из готовящихся к сдаче объектов этого года. Об этом мэр Архангельска Виктор Павленко заявил на общегородской планерке. В планах муниципалитета – открытие нескольких социально значимых объектов, среди которых. Баня на втором лесозаводе огромная, современная. Это большой стадион Дюша-6. Мы должны закончить в этом году с большими капиталными вложениями, с федеральными средствами. И, конечно, наш детский садик, капитальный ремонт детского сада Полина Осипенко-7-2. Тоже с участием федеральных средств. В Соломболе проект на выходе большого детского сада рядом с 62-й школой. По-прежнему для городской власти приоритетной остается и реализация программы по переселению людей из аварийного жилья. Подтверждение тому – строительство новых микрорайонов в Цыгламине и Северном округе. Архангельский Портленд – 25 лет побратимства. Именно в 80-х годах в поморской столице был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между двумя городами. Этому знаковому юбилею посвящена уже традиционная неделя США в Архангельске. В этом году в составе делегации в столицу Поморья прибыли вице-председатель городского совета депутатов города Вестбрука Майкл Фолли, мэр Портленда Эдвард Сословик и участник деятельности Архангельского комитета Портленда Филипп Спиллер. Я с первых минут лично почувствовал гостеприимность жителей вашего города. Я – капитан воздушного судна в США, и в аэропорту мы встретились с архангельским капитаном. И так увлеклись беседой, что не успели попасть в терминал. Вот это дружелюбие. Уходящая неделя отметилась стартом масштабной кампании – общегородской диротизации. План борьбы с грызунами охватывает все округа Архангельска – от экономии до поселка Силикатчиков, островные территории и все без исключения здания города. При этом дополнительных средств за услугу горожанам платить не придется. Расходы предусматривает графа «Содержание и текущий ремонт» в счетах за коммунальные услуги. Ожидаемым событием последних семи дней стала рыбная ярмарка на Центральном рынке. Поистине поморский продукт питания от местных производителей можно было приобрести по цене в три раза ниже средней по городу. Проводятся такие ярмарки во всех округах Архангельска. Задача – обеспечить доступность свежей рыбной продукции для жителей города – была поставлена мэром Виктором Павленко. Спасибо Архангельской рыбной компании, руководителям. Я в субботу был, посмотрел с людьми, общался тоже на рынке, на Центральном. Достаточно доброжелательное отношение. Делало наше правое, и мы должны это продолжить. Эта тема по округах, она очень хорошая. Поэтому просьба тоже глав к организации отнести со всем вниманием. Следующие рыбные ярмарки пройдут в Северном округе и уже во второй раз в округе Баравино-Фактория. «Время добра» – благотворительный концерт с таким названием прошел в минувшие выходные в областном центре. Свои силы и талант показали дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Пять лет они занимаются в хоровом коллективе «Песенка» на базе музыкальной школы номер один. Ансамбль – участник международных конкурсов и фестивалей. Все собранные от продажи билетов средства пойдут на участие хорового коллектива «Песенка» в международном фестивальном конкурсе для детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу». Он будет проходить в середине мая в Санкт-Петербурге. Призвание, талант, энтузиазм. 6 апреля исполнилось 75 лет хирургу, заслуженному врачу Российской Федерации, председателю общественного совета при управлении Росздравнадзора по Архангельской области и Нинецкого автономного округа Татьяне Сергеевне Подьяковой. С 1969 по 2001 год Татьяна Сергеевна занимала должность главного врача Архангельского областного клинического онкологического диспансера. Татьяна Подьякова награждена орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени. В 1996 году за большой личный вклад в социально-культурное развитие города и системы здравоохранения Архангельска Татьяна Сергеевна была удостоена звания почетный гражданин города Архангельска. Как заставить работать управляющую компанию? В России тысячи управляющих компаний, которые должны содержать в надлежащем состоянии общедомовое имущество и предоставлять жильцам некоторые коммунальные услуги. А если организация недобросовестная, то и качества от ее деятельности ждать не приходится. О том, какие рычаги контроля за работой управляющих компаний есть у жителей города, разбирался Алексей Карельский. Дом номер 24 по улице Стрелковой был сдан в начале 2000-х. Без оглядки на управляющие компании новоселы решили организовать ТСЖ, о чем ни разу не пожалели. Во дворе девятиэтажки порядок и чистота круглый год. Если мы, например, собрали определенное количество денег, мы их в свой дом и вложили, а не куда-то там. То есть конкретно мне нужно было заказать трактор, я заплатила за него 3000, но я знаю, что вот он у меня отработал, территория убрана. А управляющие компании, ну да, ездят у них вот эти тракторишки, убирают. Ну и что, а сколько часов у него отработано конкретно на этом доме, сколько жильцам выставили счет, пройти это очень трудно. Жители соседнего 26-го дома с такими трудностями как раз и сталкиваются. Счета оплачивают исправно. Только за что собирает средства управляющая компания «Наш дом Архангельск-5» понять не могут. Я уже две недели дома нахожусь, гуляю с ребенком, поэтому в подъезде никого не было, бурщицы нет. И территорию, ну сами видите, здесь вот лед, вот только песочком посыпали буквально сегодня, а до этого тут дворник практически не убирает, редко появляется. А если вас не устраивает работа вашей управляющей компании, вы не пробовали ее менять, на общих собраниях как-то выносить замечания? Проблема в том, что все работают и собираться, вот такой большой, весь дом собирает на подписи, очень выгодно, поскольку нет времени в основном. Пассивность жильцов – благодатная почва, с которой некоторые управляющие компании собирают неплохой урожай при минимальных трудозатратах. Регулярно подстегивают коммунальщиков на работу, разве что администрация кругов, специалисты которых аккумулируют жалобы населения, сами обходят территорию, вверенную в том числе и управляющим компаниям. При выявлении всех замечаний выдается в письменном предписании, устанавливаются сроки, примерно срок обычно у нас 3-4 дня. И в противном случае, если управляющая компания у нас не реагирует, то со своей стороны мы пишем письменное обращение в Государственную жилищную инспекцию о принятии мер по проверке этих управляющих компаний, либо в муниципальный жилищный контроль. Управление муниципального жилищного контроля, которое было создано по распоряжению мэра Архангельска Виктора Павленко в прошлом году, достаточно эффективный инструмент в борьбе с разглядяйством некоторых управляющих компаний. Ведь оно может наказывать их рублем. Если муниципальный жилищный контроль выходит и находит нарушение в содержании, то на частное лицо составляется протокол наказания до 5000 рублей. Если все-таки составляется на юридическое лицо, то это наказание уже существенно выше, если на управляющую компанию. Это от 40 до 50 тысяч. А еще, согласно жилищного кодекса, можно и приостановить работу обслуживающей организации на срок до трех месяцев. Так что если жители сами не могут организовать общее собрание и решить коммунальный спор с управляющими компаниями, третейским судьей может выступить в муниципальный жилищный контроль. Главное – обратиться. ЖКХ – это прежде всего люди. На Водвинец мастер участка по обслуживанию тепловых сетей Юрий Васильевич Ситар награжден грамотой губернатора. Он работает в сфере ЖКХ более 10 лет. От работы участка мастера зависит подача тепла и горячее водоснабжение в дома на Водвинска. Награда неожиданная, но весьма приятная. Юрий Васильевич – очень ответственный работник. Его труд был неоднократно замечен. За время работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Юрий Ситар зарекомендовал себя к грамотным специалистам, любящим свое дело. Переживаешь. Если предвидеться какая-нибудь работа, даже бывает, ночами не спишь, как это будет, чего будет, чтобы это все своевременно выполнить, качественно, без каких-либо проблем. Предприятие я заметил, как бы приятно, не скрою, приятно, стараюсь, и люди замечают. Это не только моя награда, я считаю, это награда нашего всего коллектива. На сегодня в подчинении у Юрия Васильевича 16 слесарей, которые организуют бесперебойную подачу тепла и воды в городские здания. Мастер – пример для молодых специалистов и главный помощник у начальства. Мастер на все руки, я не знаю, как в том фильме, наверное, вот «Восква слезам не верит», без него не обходится как бы. Он и слесарь, он и токарь, и любое дело, как электрик, и все, и как руководитель, ну, грамотный человек. В коллективе Юрий Васильевич доброжелательный и отзывчивый человек. В меру скромен. Больших планов на будущее не строит. Хотятся ли устремлен и принципиален. Работать и работать. И приносить какую-то пользу нашему городу. По статистике, каждая пятая семья не может иметь детей. Причем, как правило, лишены такого счастья люди благополучные и ответственные. В свою очередь, в семьях тех, кто ведет аморальный образ жизни, к 30 годам растет уже по несколько малышей. Правда, большинство из этих мамочек недостойны носить это звание. Отслеживать подобные ситуации и вовремя становить на учет гури родителей задача комиссии по делам несовершеннолетних. В одном из рейдов побывала съемочная группа котловского телевидения. В поле зрения сотрудников КДН эта семья попала совсем недавно. Видимо, поэтому хозяйка дома постеснялась впустить в свои хоромы съемочную группу. Ее 28-летняя дочь после рождения второго ребенка решила гульнуть по полной. И в январе почти на месяц пропала из дома, оставив на попечении родных своих малолетних детей. Мама на комиссии рассматривалась. Мама предупреждена о том, что если еще будут такие повторяться случаи, она будет лишена родительских прав. Поэтому сейчас, ну пока вот на данный момент все нормально. Мама проживает дома, ухаживает за детьми, занимается их воспитанием. Мы работали здесь на пилораме. Это молодая женщина не алкоголичка, не гулёна, а просто лентяйка. Каждый день Юлия тешит себя мыслью найти работу, но ничего для этого не делает. От маминого тунеядства к тёте в Нечаеху несколько лет назад сбежала старшая дочь Юли. Свою младшенькую горе-мамаша тоже отправила на попечение к сестре. Якобы погостить недельку. Звоните, мы всегда вам подскажем и всегда вам поможем. Обращайтесь. В этом случае сотрудники КДН пытаются побудить своих подопечных к поиску работы. Но разве можно заставить бездельника трудиться, когда даже в своей комнате такие люди, как Юля, не могут навести хоть маломальский порядок? Надежда инвалид с детства. Её гражданский муж тоже имеет ограничения по здоровью. А вот их 13-летний сын вполне здоров. Но своих родителей ни во что не ставит. Во время нечастых визитов из Приводинской коррекционной школы беда курит так, что маме приходится вызывать скорую. Я его на выходных вытаскивала. Ещё мне его прячут, мне не отдают ребёнка. Его там постоянно, каждый выходной поют. Так, не пускайте его туда. Вот я уже за ним, каждый выходной хожу. Сегодня в Котловском районе 22 семьи, воспитывающие 56 детей, имеют статус социально опасных. Это значит, родители злоупотребляют алкоголем, беспечно относятся к здоровью и благополучию своих детей. Ещё 38 семей находятся в группе риска. Под их опекой 68 малышей. Поводом для сегодняшней темы дня послужил грядущий девятый международный музыкально-театральный фестиваль «Европейская весна», который наступит в Архангельске уже 23 апреля. Событие это значимое для всех любителей театра. Наш город славен фестивалями разного жанра и масштаба. Достаточно вспомнить знаменитый международный фестиваль уличных театров, рок-фестиваль «Остров» и «Беламур-Буги», рождественский благовест и фестиваль городов воинской славы, фестивали джазовой и камерной музыки. А что думают о фестивалях сами архангелогородцы? Об этом в традиционном опросе от Инги Швецовой. Ну а как же, обязательно нужны. Посмотрите, какой низкий уровень культуры у нас. Грязище, молодежь невоспитанная. Надо обязательно. И надо на хорошей музыке воспитывать, на хороших спектаклях. Я была на двух карнавалах, когда работала на Кубе. Вот это здорово. Вот это и у нас надо. Там называется Малекон, а у нас набережная. Знаете, как было бы здорово? Провести вот такой вот именно, типа карнавала, в костюмах красивых. А что, у нас северные костюмы очень красивые. Наш город такой северный, и фестивали бы раскрасили его. Больше веселья бы было и ярких красок. Да, я считаю, что фестивали нашему городу очень нужны. Это очень интересно, это очень всегда весело и задорно. Ну вот, уличный фестиваль, уличных театров, да, я думаю, что это очень интересное такое представление. Фестиваль танцев, может быть, каких-то восточных, например. Нашему городу нужны фестивали какие-нибудь хорошие. Допустим, музыкальный фестиваль, рок-фестиваль, рэп-фестиваль, чтобы люди привлекались. Ну, например, я знаю, когда Панов летом проводят в День города. Обычно конец июня. Вот фестиваль театральных коллективов. Мы настолько привыкли к нему, мы уже ждем. В столице Поморья с 23 апреля по 12 мая пройдет 9-й международный музыкальный театральный фестиваль «Европейская весна». Приуроченный к юбилею художественного руководителя Архангельского молодежного театра Виктора Панова, который сегодня у нас в гостях. Виктор Петрович, здравствуйте. Виктор Петрович, а как Вы считаете, нашему городу нужны фестивали и какие? Конечно, нужны. Например, фестиваль уличных театров, простите, 20-й юбилейный будет в этом году, 110 тысяч зрителей при хорошей погоде. Я имею в виду посещений в течение 10 дней. О чем говорить? А начинали, сейчас мы делаем истории, у нас же будет юбилейный фестиваль. Вот 10-12 человек на площадке, где работали артисты. А сейчас, ну Вы же видите, Вы здесь живете, битком все забито. А европейская весна, во-первых, в принципе европейской весны ничего, что растиражировано по телевидению. Извините, Нино Катамадзе была, китайская опера была, вот японские барабанщики 7 мая будут, это мы их привозили. Первые спектакли Романа Виктюка мы привозили, много чего мы привозили. Архангел-городцы, я не думаю, что они где-то могли бы увидеть Бреговича, да, если бы не европейская весна. Но спектакль искушения, спектакль дождя, я тоже думаю, вряд ли. Дальше я считаю, что Архангельску подарок, вот простите меня, пожалуйста, золотая маска, лучшие спектакли золотой маски, 20-летие золотой маски, 4 спектакля будут играться у нас в Архангельске. Это подарок. Скажите, а в чем отличие вот этой европейской весны от предыдущих? Ну, во-первых, извините меня, пожалуйста, вот приедет театр лицедей, да, клоун-мим театр лицедей, спектакль Бенефис Леонида Лейкина. Я не знаю, так сказать, человеку, интересующемуся театром, Лейкин один из лучших клоунов мира. Это вот создатели Лейкин, Анвар Либабов, Витя Соловьев, Аня Романова. Они создатели с полуниным славой этого спектакля. Леони Лейкин называется «Летите и пилите». Надо сказать, что Леони Лейкин 12 лет отработал в театре «Дюсселей». Если говорить о патриотизме, все-таки он вернулся в Питер, будучи там богатым, состоятельным, признанным одним из лучших в мире клоунов и так далее. И даже есть Лейкин бар в Питере сейчас. Вот его спектакль «Летите и пилите» — это гениальное явление. Биллис Бэнд, который мы приглашали два раза всего. Первый раз это мы пригласили на «Еверопейскую весну». Через два года они сделали уже концерт-спектакль, мы пригласили. Но вот они едут, и Лецидей, и Биллис Бэнд едут специально поздравить меня с юбилеем. Это будет 6 мая. Поэтому я бы хотел, чтобы зрители пришли туда. Там будет еще один мощнейший сюрприз, о котором мы пока не распространяемся. И 6 мая, если они придут на Моносовский театр, они из моих уст услышат о моей жизни, а не из каких-то там поганых статей в некоторых газетенках. В странице жизни, естественно, я все расскажу, что считаю нужным. Но я просто всех прошу как-то отложить, вот все эти свои дела и прийти. Потому что, как Аркадий Исаакович Райкин, у него была потрясающая интермедия. Открывается занавес, на сцене народу полно, а в зале три сестры и дядя Ваня. Чтобы не получилось так, что в зале три сестры и дядя Ваня. Надо сказать, вот у меня приезжает Брегович, Горан Брегович, и свадебно-похоронный оркестр «Шампанское для цыган». Он написал музыку для всех фильмов «Кустурица». В следующем году, вот, Макру заранее говорит, приедет к «Кустурица». Это 10-е юбилейное европейское сна. Вот в чем разница разнообразия жанров и качества, и, так сказать, видов искусства. Это надо не пропустить. Конечно же! Виктор Петрович, спасибо вам. Встретимся 23 апреля. А я хотел спеть. 23 апреля. В Ломоносевском театре. Да, в 19 часов в областном театре драмы. Открытие европейской весны. Спасибо вам большое. У нас в гостях был художественный руководитель Архангельского молодежного театра Виктор Панов. Подарок архангельской публике. 9 апреля в 19 часов в камерном зале Поморской филармонии состоится концерт Архангельского государственного камерного оркестра и одного из лучших представителей молодого дирижерского поколения, кларнетиста с мировым именем Валентина Урюпина. До этого музыкального события остаются считанные дни, а пока репетиции идут полным ходом. На одну из них побывала моя коллега Екатерина Грициенко. Кажется, именно так разливаются над землей закаты. Именно так звучат красота и печаль этого мира. Не нужно быть на таком музыке, чтобы понять. Эти ноты слышны в сердцах каждого из нас. Бессмертные Эдвард Грик и Бенджамин Бриттен. Настоящей жемчужиной предстоящего концерта станет квинтет Симинор и Аганаса Брамса. Партию кларнета исполнит самый титулованный российский кларнетист современности Валентин Урюпин. Последние репетиции оркестра с маэстро. Творческое единение и полная самоотдача. По словам музыканта, лишь в результате честной и большой работы исполнитель способен подарить зрителю истинный, прекрасный смысл классического произведения. Любая гениальная музыка, она прочитываемая, совершенно как и гениальная живопись, она прочитываемая любым человеком. Хороший показатель – это дети, которые приходят и слушают, открыв рот буквально. А взрослые, которым кто-то когда-то глупость какую-то сказал, что вот, мол, классическая музыка – это что-то какое-то сложно очень, это вообще тяжело. А вот таким людям труднее играть. Но их удается убедить в том, что это не так. Концерт Архангельского камерного оркестра состоится 9 апреля в 19.00 в Камерном зале Поморской филармонии. В Архангельском драматическом театре премьера. Спектакль «Царь Эдип. Прозрение» по бессмертной трагедии Сафокла. Инга Швецова побывала на премьерном показе и убедилась, вечные темы потому так и называются, что затрагивают глубинные струны души человека. Я бы ценил вещи не по их стоимости, а по их значимости. Я бы спал меньше, мечтал больше, сознавая, что каждая минута с закрытыми глазами – это потеря 60 секунд света. Вся трагедия Эдипа заключается в его неведении. Воспитанный в семье бездетной пары, Эдип проходит через ряд испытаний, причем все они предсказаны ему олимпийскими богами. Так он убивает собственного отца, женится на своей матери и, узнав истинную правду о своем происхождении, лишает себя зрения. Выбор, конечно, его за волей человека, за его правом решать свою судьбу. Эдип так решил, и он имеет право. И мы считаем, что человек имеет право. Он сам создает свою судьбу, он сам за нее в ответе. Тема выбора своего жизненного пути, тихого смирения со своей участью или бунтующего противления давно волнует режиссер Андрея Тимошенко. Исполнитель главной роли царя Эдипа Александр Дубинин смог соединить высокий пафос античной трагедии Софокла со страданиями мужчины, который находится на распутье. Он ведь не знал, чего творил. Его реакция на осознание этого факта, она бунтарская. Он выкалывает себе глаза, на что, так сказать, боги не рассчитывали. Трагедия «Царь Эдип» в Ломоносовском театре драмы осмыслена современным языком и в современном мире. Герой не в тогах, а в повседневной одежде. Традиционный хор почти не поет, а является активным участником действия. А тема выбора встает перед каждым человеком во все времена. Все это делает проблематику спектакля актуальной и в наши дни. Инга Швецова, Руслан Симушин, Панорама Севера. Архангельский футбол в скором времени может выйти на всероссийский уровень. Об этом в ходе своего визита в Поморскую столицу заявил президент Российского футбольного союза Николай Толстых. И все предпосылки для этого есть. Например, в стадион спортивной школы номер 6 в Северном округе, где сейчас под контролем мэра Виктора Павленко ведутся работы по строительству нового футбольного поля с искусственным покрытием. Этот проект не имеет аналогов как в городе, так и в регионе. Площадь 20 тысяч квадратных метров, стоимость более 100 миллионов рублей при софинансировании из муниципального, областного и федерального бюджетов. К решению проблемы нехватки футбольных полей в ДЮС США номер 6 приступили в прошлом году. И уже сегодня проделан внушительный объем работ. Все подготовительные работы, как то срезка растительного груда, отсыпка территории песком уже выполнены. В настоящий момент смонтированы 6 матч освещения. Проект устройства поля был выполнен с учетом рекомендаций Российского футбольного союза. Например, проводить тренировки здесь можно с апреля по октябрь, что особо значимо в условиях Севера. Современные беговые дорожки, хоккейный корт и баскетбольная площадка – все это также будет на стадионе. При этом муниципалитет выделил дополнительно более 4 миллионов рублей на капремонт трибун. У нас посадочных 2,5 тысячи, а всего 5 тысяч мест трибуны. Да, еще 2,5 тысяч стоячих мест. Предварительно. Просто мы рассматриваем в дальнейшем вопрос о замене всех этих семенопластиковых. Президент Российского футбольного союза Николай Толстых пообещал оказать поддержку в решении этого вопроса, а также поддержать заявку Архангельска по строительству крытого футбольного манежа в округе Варавино-Фактория. Я очень благодарен представителям здесь Архангельска за то, какое внимание они уделяют развитию спорта вообще в реальных условиях и возможностях, которые существуют, в том числе и футболу. То, что касается увиденного объекта, предназначенного для футбола, то должен сказать, что при условии реализации планов, которые намечены при реконструкции объекта, я убежден, что они будут реализованы. Российский футбол получит хорошего уровня спортивный объект, предназначенный для занятий населением футболом, здесь, на территории Архангельской области. Я очень благодарен и Николаю Александровичу, и Федерации, такой объект, конечно, городу самому не потянуть. И когда объединение усилий муниципального бюджета, федерального бюджета, где основные средства областного бюджета дают возможность построить объект такого мирового уровня. Мы сейчас проговорили и надеемся, что будем иметь перспективу в строительстве и большого крытого фока на Варавино-Факторе, где требуется для города Архангельская и, в принципе, для проведения соревнований на Северо-Западе. Огромное спасибо. Такой союз нам очень приятен и благодарны за поддержку. Стадион в Северном округе может стать одной из 64 баз подготовки спортсменов к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России. Спортивный объект уже попал в расширенный список Международной Федерации Футбола ФИФА и будет обследован в ближайшее время. Далее информация о курсе валют. По данным Центробанка на 8 апреля доллар США 35 рублей 47 копеек, евро 48 рублей 62 копейки. Это была информационная программа «Панорама Севера». Сразу же после прогноза погоды смотрите новый цикл интерактивных программ в центре внимания. На прямой разговор в студию придет глава администрации Октябрьского округа Сергей Несмеянов. Тема для обсуждения – благоустройство, уборка и озеленение территории. Вы можете задавать беспокоящие вас вопросы по телефону прямого эфира 639-717. А я с вами прощаюсь. В студии работала Елена Гончарова. Хорошего вечера. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на телеканале ПС. Кружатся вихри за спиной, взлетают бабочки и ноты. И вот для вас вещаю я – прогноз изменчивой погоды. Погода в Архангельской области на 8 число. Котлас – минус 7. На протяжении дня пасмурно и возможны осадки. Ветер умеренный. Во вторник в Плесецке также облачно и снег. Температура воздуха – минус 6. И сильный ветер. В Вельске утром ясно и только днем небо затянет облаками. Средняя температура составляет минус 5 градусов. Ветер умеренный. И о погоде в Архангельске. Во вторник нас ожидает ветреная погода. Утром ясное небо и температура воздуха – минус 4. Днем потеплеет до нуля, но пасмурно и небольшой снег. Вечером облака немного разойдутся и температура воздуха опустится до минус 8. Похоже, что весна к нам не торопится. Но я уверен, что дождемся мы ее. Не надо печалиться. Вся жизнь впереди. Вся жизнь впереди. Надейся и жди. Но думаю, так долго нам ждать не придется. Ведь, возможно, завтра весна уже будет близко. И чтобы быть в курсе погодных новостей, смотрите прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин